Мощный бур входит в горную породу. Его задача сделать скважину длиной 12 метров. Таких скважин по периметру свода будет несколько десятков. Это первый этап технологии джет-граутинг, который впервые в российском тоннелестроении стали применять в Сочи при сооружении совмещенной дороги Адлер Альпика Сервис. Метод джет-граутинг заключается в том, что с помощью буровой установки производится бурение скважины до проектной глубины и во время подъема снаряда с забоя через монитор, который находится на снаряде, через форсунки, насосом высокого давления подается цементный раствор под давлением до 400 атмосфер. Попадающий в скважины цемент перемешивается с грунтом и застывает. Образуются грунтоцементные сваи, которые надежно удерживают горную породу от обрушения. Теперь к работе может приступать горный комбайн. Обвалов, самой главной опасности подземных работ на этом участке уже не будет. Если здесь грунты имеют прочность менее полмегапаскаля, то проведя работы по струйной цементации мы получаем характеристики около 10 мегапаскалей. Метод струйной цементации или джедграутинг известен давно, но раньше в России при строительстве тоннелей почти не использовался. В Сочи новый метод внедрили очень широко. Джедграутинг применяется при строительстве всех порталов тоннелей, а также на большинстве подземных участков, где обнаружены слабые и неустойчивые горные породы. Преимущество этого метода – это высокая скорость бурения за счет маленького диаметра. Мобильность этого способа. Мы можем работать при высоте 2 метра ширине 1,5 метра. И полный контроль над работой, потому что все компьютеризировано. Тоннель номер 6, расположенный в поселке Эстасадок, станет четвертым тоннелем, проложенным компанией «Эскамост» к Олимпиаде 2014 года в Сочи. Здесь также применяется джедграутинг. Сбойка верхней колотной части намечена уже на конец сентября нынешнего года. По словам специалистов, строить такую дорогу в такие короткие сроки можно только с применением новейших технологий.